Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Питер Видео с Анной Сми. Сейчас мы находимся в посёлке Комарова на берегу Щучьего озера. И комары и муравьи пение птиц располагает на всякие философские жизненные беседы. И я хотела вам давно рассказать про своё увлечение астропсихологией. Мне всегда было интересно такие моменты философского плана почитать, посмотреть. И, в частности, в интернете я нашла видео интересных людей, которые специально занимаются астрологией. И что же такое астрология? Что она из себя представляет? Совсем недавно астрология была признана как наука. Но я думаю, вы наверняка знаете, что и раньше, далеко в прошлом, в 17 веке, в 18 веке, так или иначе, люди занимались предсказанием, им верили, не верили. Поэтому это такой сложный момент. И что же произошло вот сейчас? Почему так многие люди с удовольствием смотрят видео о астрологических каких-то знаках, о передвижении планет? Не знаю, насколько верите вы в астрологии. Напишите в комментариях, интересно ли вам эта наука, верите ли вы в предсказания, кем вы являетесь по знаку зодиака, и насколько это ваш знак зодиака соответствует вашему характеру. Но я могу сказать, что так или иначе, астропсихология помогает нам во взаимодействии с людьми. Потому что вы понимаете, с кем вы имеете дело, так или иначе. И не пытаетесь от этого человека требовать то, что он вам просто не может дать. Вы учитесь взаимодействовать. Вы немного предугадываете, как сложится общение с этим человеком, и сложится ли оно вообще. Это касается и дружбы, и знакомых, и брачных отношений, и семейных отношений. Потому что, как известно, людям все сложнее и сложнее находить общий язык друг с другом. И в том числе и в семейных отношениях. Например, я знаю много пар, которые раньше, да, это было принято, что люди женились один раз и на всю жизнь. Но, тем не менее, все равно, знаете, не всегда складывалось прожить так, как хочется. Если ты замужем или женат, не факт, что у тебя есть взаимопонимание со второй половиной. И многие люди так и живут по привычке. И находясь в одиночестве, вроде как в законном браке. Так вот, как найти общий язык с другим человеком? И я слушала несколько таких лекций интересных, рассказов. Вообще астрология – это понятие, нечто такое более обширное. То есть, если мы будем с вами брать мир, если мы будем брать с вами планеты, времена года, то начинается начало времени года. С чего начинается? С весны. И первые знаки зодиака, которые у нас идут – это овен. Открывает свой зодиакальный круг. И вот я хочу обратить ваше внимание на то, как это сочетается с его характером. Ну, вы знаете, что овны, они очень активные, в них явно прослеживаются такие лидерские качества. И как это связано? Опять же, начало года, когда всё расцветает, когда всё оживает, когда активизируется жизнь. То есть, характер, много энергии. Вот и это и определяет характер овна. Много энергии. В нём много энергии. Он даёт первый шаг. Он даёт начало. И это следует ожидать. Если мы будем смотреть наш год, то вы знаете о том, что есть солнцестояние, летнее солнцестояние – это 21-22 июня. Зимнее солнцестояние – это 21-22 декабря. Весеннее равноденствие – 21-22, 23 марта. И осеннее равноденствие – 22-23 сентября. И всё это говорит о том, что у нас наступает какой-то новый период времени, новый сезон, весна, лето, осень, зима. И, как правило, это совпадает с началом зодиакальных знаков. Так вот, если мы будем с вами смотреть про астрологию, то есть три знака, три креста. Кардинальный крест, постоянный крест и мутабельный крест. Кардинальные к знакам, к кардинальным знакам, что у нас относится? Это овен, это рак, это весы, это козерог. И всё это, как правило, совпадает у нас с началом равноденствия или солнцестояния. Это знаки, которые умеют делать первый шаг. Вроде кажется, например, весы, они достаточно такие колеблющиеся люди, и прежде чем сделать какой-то шаг, они должны всё взвесить. Но, тем не менее, эти люди могут сделать первый шаг. Они должны всё обдумать, но они делают первый шаг. Рак, кажется, тоже вроде бы он в себе, человек в себе. Но вот это его состояние позволяет ему сделать его эмоции, его душевное состояние позволяет ему делать какие-то шаги. Овен, энергия, которая позволяет сделать шаг ему вперёд. И козерог, тоже карьерист, как правило, работоспособность, желание продвинуться по служебной лестнице тоже позволяет сделать этому человеку шаг вперёд. Дальше. Постоянные знаки, знаки постоянного креста. Это, как правило, телец, затем лев, скорпион и водолей. Эти люди хорошо работают в коллективе. То есть они могут, если кардинальный крест делает первый шаг, то это люди хорошие друженики, хорошие помощники. На работе они постоянно что-то делают, вникают в суть. Они неторопливы, спокойны, размерены. Они могут взаимодействовать с большим количеством людей. И таким образом они приносят свои результаты. Дальше. Мутабельные знаки. Мутабельные знаки это знак близнецы, дева, стрелец и рыба. Мутабельные знаки они хорошо находят общий язык со всеми людьми. То есть им не проблема подстроиться под кого-то, поддакнуть, принять чью-то сторону, а потом метнуться на другую сторону. И таким образом они выживают, подстраиваясь под многих, подстраиваясь под всех. И это тоже связано с временем года. Если мы с вами возьмем близнецы, то они находятся на перепутье весны и лета. Переход из одного состояния, в другое состояние времени года. Дальше, если мы возьмем деву из лета в осень, затем стрельцы из осени в зиму и наконец рыба из зимы в весну. То есть вот это пограничное состояние межсезонья так называемого и сказывается на характере этих людей в том числе. Но все, что я скажу, это, конечно, не значит, что это все на самом деле так и происходит. Но в общем тенденции можно так или иначе провести. И вы понимаете, с кем вы имеете дело. Конечно, при определении гороскопа, личного гороскопа человека используется натальная карта. То есть если вас этот вопрос интересует и вы хотите лучше себя узнать, то вы можете открыть в интернете, набрать натальную карту онлайн. Обязательно нужно указать дату рождения, год, день, месяц и обязательно нужно знать дату своего рождения. Если вы не знаете дату своего рождения, то ваш гороскоп будет неточный, неполный и может не соответствовать действительности. Многие предлагают услуги. Например, я рассчитала свой гороскоп сама. И здесь у нас в натальном гороскопе очень важно имеет значение планеты, которые занимают. И с чего начинается солнце. Солнце, когда у вас вы родились. Солнце. И асцендент. Асцендент определяет человеческие качества индивидуума. То есть как его видят со стороны другие люди. То есть асцендент и солнце в вашей натальной карте может не совпадать. Может совпадать, а может не совпадать. Здесь у всех по-разному. И поэтому кроме того, что вам дало солнце, вы будете еще какие-то иметь другие качества. Ну например у кого-то я знаю асцендент в скорпионе, а человек родился в знаке весы. Или например человек родился в солнце в козероге, а асцендент в весах. То есть опять же это не все так однозначно, как описывают нам в каких-то интересных книгах наш зодиак. то есть дата то дата, но все равно планеты большое оказывает на нас влияние. Кроме того, если мы будем рассматривать с вами характеристику индивидуальности человека, то нужно обязательно учитывать, что есть еще такие планеты, как планета Луна. Это планета, которая быстрее всех движется 28 дней. И за что отвечает Луна? Луна отвечает за внутренние душевные качества человека. Затем планета Меркурий. Она отвечает за наше общение. Насколько мы коммуникабельны, насколько мы открыты, насколько мы можем вступать в человеческое общение. Следующая планета это Венера. Венера как правило определяет ваши какие-то внешние качества, вашу манеру говорить, ваша манера вдеваться, ваш вкус, ваши предпочтения, ваши любовные и дружеские отношения. Например, у многих может быть Венера в самых разных позициях. И от этого уже зависит, как вы будете взаимодействовать с близким кругом, со своими близкими людьми. Кроме того, конечно, это считается планетой, Меркурия, Луна, Венера. Это планеты ближайшие. То есть они отвечают непосредственно за вас, за ваше душевное состояние. Кроме того, есть еще планеты, планеты большого счастья. Это Юпитер, планета Сатурн, которая отвечает за вашу карьеру, Уран, Плутон. Например, очень интересный такой факт, что Плутон, планета, она очень тяжелая. И насколько она отражается в вашем гороскопе, это тоже вносит какие-то свои особенности. Планету Плутон, насколько я слышала, открыли совсем недавно, где-то в 30-е годы 20-го века. В сравнении с тем, что с другими планетами она, можно сказать, молоденькая. и каждый из планет нужно смотреть индивидуально, где она находится. Также это что касается планет. Дальше. Стихии. У нас 4 стихии. Это огонь, земля, воздух и вода. И каждая стихия, так или иначе, она отвечает за свою сферу, за свой характер, за то, как человек самовыражается. Например, огонь. Всем вы знаете, чем отличаются эти люди. Они активные, импульсивные, характер их, достаточно ярко выраженные лидерские качества. Затем воздух. Воздух это общение. То есть эти люди, которые родились в этой стихии, они любят общаться, у них много друзей, им интересна какая-либо информация, они многогранны и они хотят находиться все время в самосовершенствовании, в поиске новых знаний. И это отражается на их характере. Затем земля, земная стихия. Это люди более размеренные, более спокойные, трудолюбивые, устойчивые, они хорошие работники, то есть как правило дисциплинированные, ответственные. То есть им можно дать любую работу и они будут постепенно в спокойном ритме эту работу выполнять. Дальше водные стихии. Водные стихии это эмоции человека. То есть эти люди как правило очень эмоциональны. Они внутри себя переживают то или иное состояние, они обращают внимание на какие-то мелочи. То есть все у них идет через эмоции. Таким образом они себя ведут. И вот пожалуйста вот эти четыре стихии. Кроме того, считается, что есть планеты забыла название такого более поверхностные и как бы личностные планеты есть вернее зодиакальный круг делится на личностные планеты и на личностные знаки зодиака и на социальные знаки зодиака. Вот в чем как они делятся. Например с Овна по Деву это люди зацикленные ну не зацикленные но больше они внимания уделяют себе любимым. Овен свой свои желания вот я хочу я лидер он несет себя впереди всех. Дальше Телец мое благосостояние моя квартира моя недвижимость близнецы мои интересы мои интересы мои друзья я в этих интересах рак моя эмоция мои переживания мои желания мои какие-то внутренние ощущения дева лев лев пропустили лев опять же я во главе угла я царь и повелитель всех я должен быть самым главным моя харизма мой гонор мой характер все остальные должны быть так сказать спадать ниц я должен быть главным и дева дева моя работа моя карьера и все что с этим связано вот этот полукруг который связан с личностью с собственной личностью можно назвать это эгоистично но это как есть как говорят астрологи а уже вторая полусфера начиная с весов и заканчивая рыбами это считается люди которые так или иначе взаимодействуют с другими людьми то есть взаимодействуют в семье взаимодействуют в работе пытаются найти какой-то контакт с другими людьми пытаются найти сотрудничество в семье на работе с друзьями выслушивают мнение других людей то есть они социальны они взаимодействуют с другими людьми и таким образом реализуются вот вот есть такие показания также есть еще очень интересные лунные узлы тоже они такие достаточно специфичные и если вы будете рассчитывать натальную карту то вы обратите внимание что такое лунный узел лунный узел это ваша карма чего вы достигли в прошлой жизни извините комары и чего вам ожидать в следующей жизни мы все говорим карма карма да что нам принесли наши родственники что нам идет по карме и вот если вы это рассчитаете то вы поймете какая у вас карма что у вас было раньше и что как вам эту карму нужно отработать на что он уделить внимание вообще могу сказать что астрология очень интересная наука и в интернете много достаточно квалифицированных специалистов которые вам расскажут о том или ином но вот я хочу вам посоветовать канал который я периодически смотрю который мне нравится астролог из казахстана ирина абдраимова вот она очень интересно рассказывает она дает личностные характеристики каждому знаку она дает очень интересные какие-то прогнозы которые так или иначе нас ожидают и если у вас возникнет желание вы можете зайти на этот канал и посмотреть что-то персональное для себя я например этот канал с большим удовольствием смотрю очень приятная женщина умная образованная интересно рассказывает всем рекомендую посмотреть ее канал ну вот такие знания я получила за последнее время конечно они очень астрология она безгранична даже вот если вы будете гулять и зайдете в лицей где учился александр сергеевич пушкин царско-сельский лицей то вы увидите что плафон класса в котором занимались ребята там нарисованы знаки зодиака то есть я могу сказать что это древняя наука просто как наука она возможно не воспринималась и мы видим с вами например многие примеры личности людей до которые так или иначе соответствует тем или иным знаком зодиака конечно каждый человек неповторим он имеет свою индивидуальность он по-разному раскрывается но я могу сказать что вот лично мне астропсихология помогает понять другого человека потому что я вас при не стараюсь воспринимать его таким какой он есть я понимаю что этот человек мне может дать да я понимаю что как мне с ним взаимодействовать да что чем он отличается чем каждый человек различается и как находить постараться общий язык с другими людьми я надеюсь что эти знания если вы ими заинтересуетесь помогут также и вам в вашей жизни и вы начнете лучше понимать своих близких своих друзей и родственников коллег по работе а с вами была анна сми на канале питера видео оставляйте свои комментарии интересно ли вам такая тема хотели бы вы еще и и в дальнейшем продолжить что вас интересует увлекаетесь ли вы астропсихологии ставьте лайк подписывайтесь на канал всего вам хорошего до свидания